Привет. Сегодня мы займемся не версткой, а сборкой. Мы попробуем обновить Gulp-файл, который долго валялся, пылился, и, наконец-то, пришло время его немножко обновить. Кто-то может сказать, что Gulp как технология устарела, все нужно писать на веб-паке, ралапе, парселе или что у вас там есть. Возможно, возможно. Я не согласен со всеми этими утверждениями, но для вас реальность может быть другой. Для меня такова, что меня как инструмент Gulp очень устраивает. Поэтому я продолжаю им пользоваться и периодически обновляю его до нового синтаксиса, чтобы он соответствовал современным веяниям написания JavaScript, чтобы он соответствовал непосредственно развитию проекта, а проект развивается, и чтобы соответствовал еще Node.js. Он тоже обновляется и запускается, собственно, Gulp на Node.js. Поэтому можно использовать современные возможности языка, JavaScript, ECMAScript, чтобы все это делать хорошо. В нашем случае мы возьмем и обновим Gulp файл с тасков на функции, как первый шаг, а потом попробуем еще и обновить, используя ECMAScript импорты, поскольку в Node.js они уже поддерживаются с 13-й версии по умолчанию, а в 14-й версии вроде бы как будет совсем стабильно и хорошо. В общем, такие сегодня планы. Поехали. Для начала посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, у нас есть Gulp файл. Это хорошо. А package.js покажи? Ладно, покажу. Смотрите, здесь у меня private true, то есть это приватный. Я не собираюсь публиковать его как npm packet, соответственно, мне не нужна версия, название и всякие вот эти подробности ненужные. Простой скрипт, который все будет стартовать, браузер лист, зависимости. Ну, в общем, мы это подробнее еще рассмотрим чуть дальше. Давайте, собственно, попробуем установить зависимости и запустить все это. npm install. Все. Дальше попробуем запустить. npm start. Что-то собралось и запустилось. У нас здесь наша шапка из 24-го выпуска. Если мы что-нибудь редактируем, какой-нибудь индекс html, он видит, что что-то сохранилось и обновляется. То же самое со стильми, со скриптами. В общем-то, обычная история с Gulp файлом. Нас теперь интересует Gulp файл. Давайте на него посмотрим внимательнее. Для начала мы здесь объявляем все, что мы будем использовать. То есть, Gulp, Babel, PostCSS, Replace, HTML, Min, Tercer, Sync и так далее. Это все соответствующие пакеты, которые я односложно назвал. Вначале, обратите внимание, var. Старомодненько. Дальше у нас здесь task. HTML берет HTML, собирает, минифицирует. Стили берутся из индексного файла, тоже прогоняются через разные штуки, потом минифицируются. Здесь JavaScript превращается в ECMAScript 5. Пятый минифицируется, пишется. Здесь копируются шрифты и картинки. Здесь у нас происходит автозамена, чтобы пути к ресурсам индекс.css и индекс.js соответствовали реальным, потому что после сборки они меняются. Мы их кладем в корень проекта, а не в папку, потому что смысла уже нет. Дальше мы запускаем сервер, который у нас, собственно, делает обновления все в браузере. И делаем вотчер, который, опять же, следит за ресурсами и запускает соответствующие задачи в зависимости от того, что нужно сделать. И у нас есть еще дефолтный таск, gulp-таск-дефолт, в котором мы запускаем серию, в котором происходит всякое разное. Смотрите. У нас в серии запускаются три задачи. Раз, два, три. Внутри каждой несколько подзадач. Это у нас серия. То есть сначала первая, потом вторая, потом третья. Внутри функции параллел запускается, что eml.style.scripts.copy параллельно. Они друг другу не мешают. Потом пути. А потом снова параллельно вотчер и сервер. Ну, это такая оптимизация. В общем, так у нас gulp-файл устроен. Ну, и что мне в нем не нравится? Gulp-файл как gulp-файл. То есть зависимости обновлены, я запустил его, он работает, и вроде бы все в порядке. Да, но хочется чего-нибудь еще. Например, когда я смотрю на такой файл, у меня возникает ощущение, что он написан несколько лет назад. Три-пять лет назад, может быть. То есть возникает ощущение старины. Почему? Ну, во-первых, var. Во-вторых, просто слово function. Я отвык его видеть в современном JavaScript. Я знаю, знаю, знаю. Пожалуйста, не нужно сразу бросаться в комментарии. Дослушайте, досмотрите. Наверное, это все позерство, хвостовство и ерунда, когда вы просто заменяете синтаксические конструкции языка, просто потому что они вам визуально нравятся. Функции и стрелочные функции работают по-разному. Var и const работают по-разному. Но в этой ситуации я стараюсь использовать те вещи, которые сюда подошли бы. То есть обновляю язык на более современные возможности. Я понимаю, что бездумно заменять функции на стрелочные функции, там var и const и лет и не нужно, но здесь, насколько я вижу, это вполне себе обоснованно. Ну, в смысле, если бы я писал новый файл прямо сейчас, я бы сделал так, а я обновляю, освежаю и некоторые вещи переписываю в процессе, но этим мы сегодня заниматься не будем, мы только обновим синтаксис. Поэтому var, стрелочные функции и таски на самом деле самое важное. Дело в том, что в современном синтаксисе галпа, в современном API, галп таск считается устаревшим. То есть мы должны сейчас писать обычные функции именованные, а потом уже их экспортировать, чтобы появился такой API. В общем, сейчас мы с вами заменим всякие экмоскриптовые игрушки, это уже на ваш вкус, и еще обновим немножко API галпа, который поменялся с тех пор, как я писал этот файл. Переименуем наш файл. gulp file old. И начнем писать новый файл рядышком. Назовем его gulp file. Для начала перенесем и сделаем экмоскрипт. Смотрите. Во, все. Немножко изменений, и вы уже пишете на экмоскрипте. Шучу, конечно. Что дальше? Давайте попробуем на примере таска HTML посмотреть, как у нас все должно быть. Сначала напишем саму функцию. const html равно, собственно, та самая чудесная стрелочная функция. И мы просто берем и переносим содержимое из одной функции, из одного таска в функцию. И безжалостно удаляем его. Собственно, наша функция готова. И получается, что у нас есть функция, и все. Теперь мы можем написать gulp html, и все заработает. Нет, нам нужно еще экспортировать ее. То есть сказать, у нас есть публичный API, который мы хотим использовать, или чтобы пользователи этого gulp файла использовали. А если вы просто написали функцию для ваших внутренних нужд, ее не нужно экспортировать. Раньше, если вы писали таск, он был сразу по умолчанию доступен как часть публичного API. Сейчас любая функция остается приватной, а публичное нужно специально и явно экспортировать. В общем, собственно, мы сейчас так и сделаем. Напишем. Export html равно html. Собственно, вся магия. Давайте попробуем запустить gulp файл. Видите, у нас этот старый, этот новый. Поэтому мы сейчас запустим только функцию html. То есть, например, npx, потому что галп глобально у меня не установлен, галп html. Сработало. Видите? В новом синтаксисе все прекрасно работает. Ну и аналогично перенесем все остальные. Хоп. И написали. Ну, точнее, склеечка. А здесь мы напишем default и кое-что другое. Смотрите, если мы возьмем и напишем что-нибудь такое, вот такую функцию, и здесь напишем вместо watch default, что-то здесь не то. Это наверняка зарезервированное слово, и так нельзя. Поэтому мы поступим немножко иначе. Мы возьмем и экспортируем ее непосредственно в функцию без именования. То есть, exports.default равно... И сюда засудим нашу функцию. GALP series. Вот так. Теперь все синтаксически корректно, и у нас есть дефолтная функция, которая просто при запуске галпа нам выполнит вот эту серию. Давайте мы проверим, как она работает. Ах, точку с запятой не забыть поставить. И запускаем. npm start. Ошибка. Ого. Task never defined. HTML. Так в чем же дело? Дело в том, что мы сейчас просто скопировали строки. Мы в GALP series запускаем строки, то есть название тасков. Не сами таски, не сами функции. Раньше функция task принимала строки, но туда можно непосредственно передать в GALP series, например, или в GALP parallel, можно передать непосредственно переменную, точнее, нужно передать. Собственно, мы сейчас уберем кавычки, и все заработает. Просто берем и выбираем лишнее. Так. Так. То же самое здесь. Ну и здесь тоже. Теперь у нас это, видите, другого цвета, не строки, а ссылки на те самые переменные, которые мы заводили. Давайте запустим еще раз. Стираем, запускаем. Все прекрасно заработало. Ну, все, обновили. Современный API GALP, экмоскриптовые всякие фичечки, консты, стрелочные функции, что еще. Ну, в общем, сплошная красота. Но в самом начале я еще упоминал, что было бы классно использовать здесь не CommonJS синтаксис, встроенный синтаксис модулей в Node.js, который появился, а экмоскриптовые модули. То есть тот новый синтаксис, который потихонечку-потихонечку появляется в браузерах, точнее уже появился в браузерах, и потихонечку, вот как раз здесь потихонечку, появляется в Node.js. А в 13-м Node.js вот сейчас это stable, но LTS 12-й. Если для вас ничего не говорят слова stable, LTS и так далее, LTS это то, что вот прям вот выпущено и сильно не меняется, только long-term support, то есть длительная поддержка. И большинство разумных людей пользуются LTS-ами, потому что они стабильные, с ними точно будет все хорошо, ничего ломаться не будет, всяких там breaking changes точно не будет. Поэтому сейчас для некоторых проектов я использую ноду 13-ю только потому, что там есть кое-что новое клевое с интернационализацией, а еще там есть экмоскриптовые модули. И раз у меня на этом проекте 13-я нода, так может быть... Но это не для всех подходит, конечно, но здесь в этой ситуации прекрасно. Кстати, осень 2020 года, нода 14-я становится LTS-ом, и там экмоскриптовые модули тоже будут, но пока не сейчас. Сейчас у нас июнь, так что рановато, но поэкспериментировать можно. Снова переименовываем файл. Галп-файл у нас будет. Галп-файл CGS, Common.js, и заводим новый файл. Его называем галп-файлом тоже. И в нем тоже будем писать по-новому молодежному. Тоже скопируем шапку и сделаем из нее быстренько не просто экмоскрипт, не просто Common.js, а экмоскрипт модули. Как это работает? Снова многострочный курсор, и поехали. import gulp здесь убираем from и это, собственно, будет современным синтаксисом экмоскриптовым. У нас в Common.js реализации и в старой реализации был небольшой шорткат. Смотрите, здесь require, то есть непосредственно запрос модуля, был сделан для пост-CSS, чтобы не писать, и это все наверху, потому что они реально используются всего один раз. Эти штуки нужно будет тоже вынести сюда. Насколько я понимаю, прямо внутри функции мы не можем сделать импорт пока. Но если я не прав, разубедите меня. Поэтому мы берем, копируем эти штуки и так. Здесь пишем import from удаляем лишнее и здесь вот так и вот так. Но здесь, конечно, беда, потому что импорт — это зарезервированное слово, но поскольку это пост-CSS импорт, назовем его pimport. И все должно быть в порядке. Сейчас на примере функции HTML мы посмотрим, как это работает, а дальше магия, склейка и вот это все. Берем нашу многострадальную функцию HTML. Раз. Во. Оживились те вещи, которые мы используем. Спасибо VS коду. мы можем отдельно не экспортировать, потому что синтаксис другой, поэтому мы напишем вот что. Смотрите. Export const HTML вот так вот. Все. Мы сразу и объявляем, и экспортируем. Ну и аналогично со всеми остальными. Хоп. Вот такая магия. Styles, scripts, copy, paths, сервер, watch, default. В отличие от самой первой реализации, нам ничего не нужно делать с дефолтом. Он также синтаксически объявляется как gulp series, заводится в дефолт и экспорт дефолт. Давайте посмотрим, как это работает. Идем сюда, запускаем npm start и ошибочка. Import gulp from gulp. Can it use import? Ла-ла-ла. В общем, что-то ему здесь не нравится. Дело в том, что в Node.js, чтобы использовать yes-модули прямо вот в вашем коде, нужно взять и объявить в ближайшем package.json, что это модуль. Поэтому мы сейчас пойдем и поправим package.json, добавим туда дополнительный ключ. Сходим в package.json и здесь напишем type module и попробуем запустить еще раз. npm start Хопа, сработало. Давайте еще раз посмотрим, что у нас получилось. Закроем все лишнее и посмотрим. Мы берем и в начале файла импортируем из модулей наши пакеты и дальше эти переменные используем gulp, например, импортирован и используется здесь и так далее, и так далее, и так далее по всему файлу. Аналогично со всеми остальными частями и делая экспорт перед обозначением функции, мы здесь делаем публичный api, то есть, если отсюда экспорт убрать, у нас будет просто функция html. Ну и всякие вот эти вот стрелочные функции, это из предыдущих шагов мы с вами получили. Ну то есть все очень просто. Несколько автозамен, несколько настроечек, type module, 13 нода. В общем, это все делать безусловно не обязательно. В принципе, тот gulp файл, который я вам показал в самом начале с варами и функшенами и даже тасками, он в принципе работал. Но вот насчет тасков я не скажу, заработает ли это через несколько лет, продолжит ли это работать. Поэтому обновлять api галпа вслед за непосредственно галпом было бы неплохо, чтобы можно было обновлять сам пакет, там всякие уязвимости править и все остальное. Поэтому, если вы хотите сделать что-то полезное, а не просто поиграть с кодом, хотя бы обновите ваши таски на функции. Мне кажется, так код и читаемее становится. Но если вы хотите сделать еще несколько шагов вперед, вы можете обновить ваш gs до современного ECMAScript. Вы можете использовать ECMAScript-овые импорты, когда Node.js на вашем проекте или на вашей машине позволит это делать. В общем, ничего суперсложного нет, но разобраться в этом, мне кажется, было полезно. Это все. Спасибо, что смотрели. Это видео, как обычно, первыми увидят патроны, поэтому, если вы хотите быть среди них, становитесь патронами. А если нет, подписывайтесь, ставьте лайки, показывайте друзьям, репостите в соцсетях. Мне это очень сильно поможет показать это видео полезно. Я надеюсь, для всех более широкой аудитории. А так, до следующего видео. Оставайтесь с нами.